Быть как все, жить как все. Об этом мечтают воспитанники благотворительного фонда Дети ДЦП, о жизни которых мы продолжаем рассказывать и в новом году. Сегодня героем нашей традиционной рубрики стал 13-летний Ильгар Рагимов. Ильгар вместе с мамой просматривает видео с нового года. С поздравлениями и сладким подарком к мальчику пришел Дед Мороз. Ильгар не сладкоежка, поэтому его сладости все еще хранятся под елкой. Спасибо большое, он говорит. В семье Рагимовых Ильгар любимый ребенок и отношение к нему особенное, рассказывает мама. Именно поэтому мальчик вырос добрым, заботливым и терпеливым. Ильгар перенес три операции, некоторое время был в коме. Причина – заболевание, которому предшествовала травма, полученная в роддоме. Выяснилось, что такие травмы бывают при падении. И нашим простым языком у него неоперабельная опухоль в голове, которая сжимает центры, двигательные нарушения от этого. Ее нельзя прооперировать, два раза пробовали. Так она и осталась у нас. Ильгар ходит сам, но только на маленькие расстояния. И в этом ему помогают родные. Много времени он проводит со своей старшей сестрой Светланой. Готовит вместе с ней и любит слушать, как она играет на синтезаторе. И любовь, нам больше ничего и не надо. Такие детки, они не могут долго продержаться без медикаментов, без какого-то лечения. Поддерживающие курсы, постоянные медикаменты, ноотропы. То есть наша судьба и наша жизнь, она заключается в больнице, поликлинике, реоцентре, аптеке. Это наш такой круг. Чтобы мечты о здоровье таких ребят, как Ильгар, сбывались, им нужна помощь. И помощь эта заключается в лечении, на которое у многих семей не хватает денег. Сделать жизнь воспитанников благотворительного фонда «Дети ДЦП счастливее» может каждый переводом любой суммы на сайте fonddetidcp.rf в разделе «Сбор средств для детей». Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.